Приветствую всех стратегов и любителей игры Цивилизация Дедушки Сидомейера. Меня зовут Лёша Халецкий, вы на канале Лёша Играет. Кстати, подписывайтесь на него, ведь чем больше подписчиков, тем больше у меня желания делать видео. Тогда буду видеть, что вам интересно. А ещё я прошу зрителей комментировать видео это именно на ютубе. То есть оно размещено на нескольких форумах, на других сайтах, но если возможно, то или дублируйте, ну, желательно, чтобы комментарии появлялись на ютубе. Тогда вся информация как бы будет аккумулироваться в одном месте. То есть не в разных местах там обрывки, а вот новички, например, смогут почитать критику к этому видео, к этой стратегии в одном месте. Вообще сегодня видео необычное. Я буду играть дуэль против одного из зрителей моего первого видео и одного из критиков первой той стратегии быстрого раша к рыцарям. Это HLDM. Он считает, что я слишком медленно шёл до мандекалов, до рыцарей, и что это всё можно было сделать быстрее. Да, отвлекусь. Вот видите, мы начали партию, и тут оказалось, что на карте есть и руины, и варвары. Мы потом перезапустили игру. Почему плохо для дуэли играть с фарварами и руинами? Потому что тогда слишком велика степень случая. В дуэли один на один надо играть. Без варваров, без руин. Тогда чистая тактика будет. Так вот, HLDM против меня будет играть Аскей, то есть использовать ту тактику, ту стратегию, о которой я рассказывал в первом видео. Ну а я воспользуюсь случаем и сыграю за Монтезуму, и расскажу об известной стратегии за Ацтеков. Стратегия заключается в уникальном здании Ацтеков. Это плавучие сады, floating garden. Мы не идем к хранилищу, а идем к плавучим садам, потому что они намного круче хранилища. Они заменяют водяную мельницу, но в отличие от мельницы стоят меньше, дают еще 15% к производству яблочек и плюс 2 еды с любого близлежащего озера. Поэтому я сразу ставлю исследование на колесо. В городе традиционный монумент, а мой ягуар исследует территорию. Понятно, что очень важно найти, где располагается город противника. Так что после монумента строим сразу скаута. Возвращаясь к уникальному зданию Ацтеков, оно круче намного, чем хранилище, потому что дает те же 2 яблочка, но плюс еще 1 молоток и 15% к росту яблочек. Офигенный буст. Минус в том, что мы как бы отказываемся от науки, то есть не идем сразу к библиотеке, не будем ее довольно долго строить. У нас акцент на росте городов и на спаме ягуаров, уникального юнита Ацтеков. Напомню, что он заменяет дуболом и доступен сразу. Так, в полисе я принял Либерти. Ягуар уникален тем, что не имеет штрафа при прохождении через лес и джунгли и лечится на 2 хиллпоинта, если убивает противника. Также напомню, что у Ацтеков их бонус цивилизации в том, что при убийстве юнита противника вы получаете столько очков культуры, сколько было хиллпоинтов у юнита противника. То есть все заточено под то, чтобы Ацтеки постоянно воевали. А так как у меня есть преимущество, я знаю, какую стратегию избрал мой противник. Собственно, я должен его уничтожить или не дать ему развиться до того, как он сможет построить своих мандекалу. Сразу отмечу, что я проиграл. Но не потому что Ацтеки плохие, что их нельзя использовать против вот Раша-рыцарями, а потому что я недостаточно агрессивно ими играл. Ну, собственно, свои ошибки я и разбираю в этом видео, а комментарии от HLDM, я надеюсь, потом последует. Он расскажет о своей стратегии и напишет свое мнение по этому поводу. Ну, как видите, происходит банальная разведка. Кстати, мы играем на карте Скирмиш. Это ограниченная карта со всех сторон, не закольцована. То есть с одной стороны нахожусь я, а с другой стороны находится противник. Задача начального этапа игры — найти противника. Дальше я продолжаю идти по Либерти. Так как пока неизвестно, где находится противник, то я беру бесплатного рабочего, а не поселенца. Вот мы открыли колесо, и поэтому я переключаю производство в городе на плавучие сады. Уникальное здание Ацтеков, очень крутое для начального периода игры. Да, напомню, что его можно построить только в городах на реках, так что все свои остальные города ставьте на реках. Самое смешное, что я этим советом сам же в этой игре пренебрег, что стало одним из поводов для поражения. Дальше открываю майнинг, потому что у меня ресурс роскоши. По-моему, там что бриллианты требуют шахты, а не серебро. Интересно, что на такой маленькой карте мы до сих пор еще не нашли друг друга. Хотя уже понятно, что город моего соперника находится слева внизу. Но вот долго-долго я его ищу. Как видите, по всем параметрам одинаково, только у меня чуть больше солдата. Значит, что соперник не построил скаута, и у него круче наука. Значит, он уже построил библиотеку. Мы ищем город противника для того, чтобы вообще знать, что там у него вокруг его находится. А во-вторых, как только мы найдем его город, то как можно ближе рядом с ним, ну, конечно, на хорошей территории, мы поставим свой второй город, который будет нашим плацдармом, с которого мы будем его воевать потом. Там мы будем аккумулировать свои юниты, свои войска и толпой бросать на завоевание. Так, вот границы Аски. Нашли мы их столицу. Понятно, что HLDM будет играть в стратегию от одного города, он даже второй не будет строить. Ну, это я знаю просто из комментариев, которые были к моему прошлому видео, в котором была критика моей стратегии. Вот его дуболом. Вообще, по-хорошему, надо было бы его уничтожить, чтобы он дальше не мог исследовать территорию. Но я решил сначала обсмотреть весь город вокруг. Ну и, конечно, своего скаута не надо под его удар подставлять. Вот у Аски аж два ресурса лошадей будет рядом со столицей. Явно, именно их он будет использовать для строительства Мандекала. Ну и, соответственно, это наша цель для того, чтобы мешать ему это сделать. Вот мы построили плавучие сады. Я дострою рабочего один ход и начну спам ягуаров. Вряд ли ягуарами можно взять город, а вот досадить противнику, помешать можно вполне. И тем более, что мы идём к железу. Ну, как вы видите по исследованию, сегодня обратили внимание, после открытия колеса мы начинаем исследовать железо. И мы после того, как откроем железо, наших ягуаров апгрейдим в мечников. А вот мечниками уже можно принести большие проблемы сопернику. Ну и город захватить, и вообще затормозить его развитие максимально. Тем более, что я знаю, мой противник идёт к Мандекалу, к рыцарям, а значит, что на ранних этапах у него какой-то большой армии не особо будет. Значит, задача ацтеков постоянно напрягать соперника, то есть находиться у границ его империи, и при любой неосторожности его либо захватывать рабочего, либо разрушать его усовершенствование. Вот видите, я как раз подошёл к границам аски и вижу его рабочего, которого следующим ходом захвачу. И вот здесь я допустил, собственно, такую мини-ошибку. Надо было подвести ягуара к рабочему и двумя уже своими юнитами захватывать, потому что моего скаута сейчас убьют, после того, как я захвачу рабочего, и рабочий вернётся к аске. А если бы рядом был ягуар, если бы был убит мой скаут, я бы ягуаром обратно отбил юнита, получил бы рабочего, и у аски не было бы уже ни одного юнита, рабочего бы он потерял, и мой ягуар бы ещё хозяйничал на его территории. Тем более, что рабочий, видите, находится на клетке с лесом, а у ягуара бонус к нахождению в лесу, в джунглях, по-моему, плюс 33 к обороне, то есть его бы вообще было очень сложно оттуда выкурить. Ну а так я бессмысленно, получается, потерял своего скаута. Вот, видите, не успеваю я его убрать из-под удара, кстати, у аски построился скаут, его свой терь, надо будет его скаута как-то выщемить. Ну вот, в Либерти я беру бесплатного поселенца, и тут я совершу вторую ошибку, не в очень удачном месте расположу свой второй город. А это очень серьёзная ошибка, можно сказать, что из-за неё я и проиграл. Вот, видите, где стоит мой ягуар, и вот там, где ресурс лошади, вот туда я веду поселенца, и вот тут размещу город. Вот что значит не подумать, что значит, когда голова выключена. Дело в том, что вы можете обратить внимание, что там речки-то нету, то есть плавучих садов своих я там построить не могу, а это значит, что город будет развиваться медленнее мой. Это во-первых. Во-вторых, само положение не фонтан. Перед городом. Хотя ладно, давайте, наверное, когда я его размещу, тогда буду о нём говорить. Вообще, вот, понимаете, в цивилизации надо постоянно думать, надо постоянно просчитывать все возможности, ну, собственно, как и в шахматах, думать о том, почему ваш соперник так походил, а не иначе, что, к чему это ведёт. И вот здесь я абсолютно бездумно второй город. То есть я... То есть у меня в голове было, надо второй город ближе к сопернику, из которого надо... Потом из которого я буду нападать на него. А где, зачем... Это что-то у меня вылетело из головы. Ну, вот, видите, HLDM достроил великую библиотеку. Он идёт по стратегии быстрого раша рыцарями. То есть он, по-моему, к 45-му ходу должен создать мандыкалов. Соответственно, я должен ему этому всячески помешать. Но вот у него ещё не обработаны ни лошади, ни ресурсы роскоши. Он опасается пока моего дуболома, моего Ягуара. И я упустил момент, как бы, нарушить развитие АСКИ, потому что он строил в это время великую библиотеку, не строил никаких юнитов. Я мог своим Ягуарам и Скаутам наделать больших делов у него в тыле. Но вместо этого, в общем-то, позволил ему с небольшими потерями и убив моего Скаута выйти из этой сложной ситуации. Ну, как вы видите, в столице я продолжаю постоянно строить Ягуаров, спамлю их и перевожу, как только их строю, перевожу поближе к сопернику, вот в то место, где у меня будет второй город. И вот обратите внимание, видимо, компьютер предлагает вот там вверху поставить город. Вот если бы я чуть подумал в этот момент, я бы поставил его там. Но так как я туповат, то, видите, привёл сюда и сделаю это. Чем хорошо расположение там? Во-первых, на реке. Что важно для ацтеков. Почему я... Почему мне это из головы вылетело, я не знаю. Ацтеки должны ставить города на речке. Во-первых. Во-вторых, оттуда близко к лошадям, к тем самым ресурсам, которые мы должны у соперника отрезать постоянно от него, чтобы он не мог строить своих конных юнитов. Это очень важно. Ну вот я смотрю демографию, видите, как бы... Ну, практически всё одинаково. Тут не особо в начале игры будут какие-то различия. На самом деле, я даже смотрел количество войск у Аски. То есть он пока ещё не начал клепать. Я вот думал, что вот я ягуарами своими смогу до него добраться. Так вот, здесь я ещё поставил город, потому что думаю, вот тут холмы, холмов много, и будет сложно Аски на меня нападать из-за холмов своими конниками. Но это сразу лузерская мысль, понимаете? Ацтеки не должны думать, как на них будут нападать. Они должны думать, как им удобнее нападать. И вот оттуда, где мне предлагали город поставить, оттуда мне было бы удобнее нападать, потому что там нету холмов, а мои ягуары, они же не быстрые, как верховые юниты. Зато много леса, в которых как раз бонус к защите у ягуаров и бонус к продвижению. И из леса очень удобно было бы выскакивать на этих лошадей и их грабить, уничтожать, усовершенствование. И вот то, что я этого не сделал, это просто показывает, что не было сосредоточенности во время игры. Надо всегда быть сосредоточенным и все свои шаги просчитывать, не отвлекаясь на какие-то посторонние факторы. Вот вместо этого я зачем-то здесь поставил город, из которого неудобно было добираться до соперника, неудобно было добираться до его ресурсов. И, собственно, игру я проиграл именно в тот момент, когда разместил Тео Тихоакан именно вот в этом месте. Из-за такого невыгодного размещения я не смог оказать достойного, ну, как-то более агрессивно действовать против Аски, не смог навязать ему такую оборонительную борьбу. Он спокойно дошел до Мандекалу. И, собственно, несмотря на то, что я раньше получил мечников, чем он, и чуть дальше я потреплю ему немного нервы своими мечниками, это мне не помогло, потому что трепать нервы надо ягуарами за ацтеков. То есть, вот сейчас уже терроризировать из леса, постоянно выбегая. А так, разместив Тео Тихоакан... Боже, вот название. Тео Тихоакан вот в этом месте. Я сам себя лишил всех преимуществ ацтеков, и мне будет просто в дальнейшем очень неудобно напрягать соперника. Так что проигрыш именно вот здесь. Ну, вот тут мелкая ошибка. Вместо того, чтобы зажать скаута и уничтожить его, я зачем-то до сих пор ягуары концентрирую в районе города. Хотя надо было уничтожать скаута и не давать сопернику исследовать территорию. Ну, я могу сказать, что я в это время думал. Думал сейчас по-быстрому сконцентрировать ягуаров, не отвлекаясь на скаутов, и идти воевать город. Но дело в том, что соперник так этому времени уже успеет хоть каких-то юнитов сделать. Скорее всего, это будут лучники, которые, ну, напряжно против которых воевать уже ягуарами. В столице я решил еще третьего Сеттлера построить и поселить его. Вот там вот, видите, вверху открылось чудо, природное чудо. По-моему, источник вечной молодости, что ли, он называется. И когда обрабатывается городом, дает плюс 10, к счастью, нации. А для ацтеков, в принципе, которые не строят всякие научные здания в начале или здания счастья, плюс, к счастью, нормальный такой бонус. Ну, правда, мне это все равно не поможет. Кстати, у нас тут параллельно открылось уже железо. Рядом с моей столицей даже есть... Ну, он еще не охвачен моей территорией, правда, но это вопрос нескольких ходов. Есть ресурс железа. Аж целых 6 штук там, по-моему, железа. То есть не вопрос апгрейда до мечников. Все нормально. Но дело в том, что у меня вот ягуары стоят, понимаете. Я имею... Мало двигаю. Это не агрессивная стратегия у меня получается. Это какая-то вжидательная... Я не знаю, почему я ими не двигаю. Я не могу сейчас сказать. Три ягуара. Я должен постоянно, я же говорю, напрягать своего соперника. Мои ягуары должны со всех сторон его единственный город, что облегчает задачу. Ну, вот видите, у него уже лучники появились. Ну, это явно его два пока только юнита. У него явно только дуболом и лучник. А у меня уже три ягуара. То есть пока он там одним моим ягуаром занимается, я своими двумя уже мог с другой стороны как-то ему мешать. Ну, нет слов. То есть в данном случае моя игра – это пример плохой тактики. Даже не стратегии, а именно тактики. Стратегия за ацтеков, она замечательна. Вот именно когда мы доходим до плавучих садов, ставим города на речки и спамим ягуаров, для дуэли ацтеки – одна из сильнейших наций. Я не знаю, когда много наций, я бы, наверное, не играл за ацтеков, хотя кто его знает. Но в дуэли ацтеки очень сильны, очень. И то, что я не воспользовался всеми преимуществами, которые дает эта нация – это не проблема ацтеков. Я уже повторяюсь, а только моя проблема – моя неправильная игра слишком спокойная, что ли, или как-то лучше сказать, не агрессивная, слишком не агрессивная, хотя ацтеки должны намного более агрессивно действовать. Вот видите, чем я занимаюсь? Подставляю своих юнитов под огонь вражеских стрелков, то есть прокачиваю сопернику его юниты, а потом увожу их. Вот в чем смысл? Ни в чем. Это надо было с другой стороны идти, подходить. Ну, как какая-то... Он уже, видите, троих поставил в одном углу. У него три, все три юнита сконцентрированы в одном углу. А я как дятел туда продолжаю отправлять своих юнитов и прокачивать ему экспу, вместо того, чтобы в это время другими юнитами обойти с другой стороны и захватить, опять же, рабочего, нарушить ему ресурсы роскоши, у него с другой стороны золото, между прочим. То есть я ему даю время развиваться, дойти до так необходимых ему мандыкалов. Вот здесь, кстати, я опять вступил, но уже по рекомендации компьютера. Отправил поселенца вот там, где были отмечены рекомендуемое место для строительства города, хотя там на самом деле неважное место оказалось. Надо было сразу идти к месту с чудом природы. Там и железо, и чудо природы. Это к вопросу о том, что не всегда надо следовать рекомендациям компьютера, а принимать их во внимание и все равно думать своей головой, где вам лучше размещать, и что для вашей стратегии лучше будет. Ну, как видите, я продолжаю следовать территорию. Вот это удобное место для моего третьего города, хотя я продолжаю сюда идти в надежде, что, может, тут действительно как-то круто, но тут не круто. И я отправлю своего третьего поселенца вот туда, к чуду природы. Вот, между прочим, я не заметил вражеского скаута. Он подкрался незаметно. Поэтому надо было его еще тогда раньше уничтожать, когда была возможность, а не давать противнику в моих тылах ходить. Ну, вот видите, я одним ягуаром попробовал обойти, тоже это сделал неудачно. Надо было по краю карты это делать. Тем более делать, опять же, не одним ягуаром обходить, а двумя обходить, двумя с другой стороны мешать. Открыли трэппинг. Теперь буду открывать мессенри, потому что у меня рядом со столицей камень, как видите, чтобы улучшить продукцию. Ну, а в самой столице я зачем-то грэнери построил, хотя вообще плавучих садов было бы достаточно. Ну, продолжаю спамить ягуаров. Скоро должны подсоединиться железо у меня к сети моей. И, судя по деньгам, на два мечника апгрейда мне точно хватит. Мои раненые ягуары подлечиваются. Ну, как видите, противник очень умел действовать своим небольшим войском, в отличие от меня. Оно у него не стоит на месте. Он постоянно дает им задание стрелять в моих ягуаров, подстреливать не обязательно. Вот видите, он даже их вывел вперед и решил, что лучшая защита – это нападение. Все верно, тем более, что у меня ягуары раненые, и я не могу его юнитам нанести большого урона. Ну, правда, я надеюсь, что он их так выведет, что я успею сделать мечников и все-таки отомстить. Но, опять же, неудачное местоположение города, когда все в холмах, не позволит мне как-то своими мечниками быстро распоряжаться. Это, опять же, к слову о том, что выбор второго города был крайне неудачным. Это главная причина моего поражения. В это время подходит очередь для очередной полиси, и я знаю, что мой противник дальше пошел по ветке хонор, что дало ему бонус к войне против меня, а я зачем-то продолжил дальше либерти открывать. Ну, соблазнился с золотым веком, и к тому же первое полиси в хоноре не дает никаких плюшек. Оно дает только бонус против варваров, а варваров тут нет, я подумал, нафига мне оно надо. Ну, в общем, очередная ошибка. Сейчас бы-то оно не надо было, но следующие полиси уже дают бонус в борьбе с противником. Вот видите, кстати, у меня уже одного ягуара пришибли. Пока я тут вот этими двумя ягуарами я сейчас буду ловить скаута. То есть два военных юнита трачу на то, чтобы поймать скаута, чтобы он мне тут не мешался в тылу. Так, вот и каменная кладка открылась. Мессенри. Дальше он думал, в принципе, в науке я уже отстаю своего соперника, потому что моя стратегия не подразумевала каких-то научных свершений, а по-быстрому наклепать юниты, в которые будут ему мешать. Ну, вряд ли мне уже доведется его догнать. Ну, библиотеку стоит открыть. Хоть каким-то макаром доползти до копейщиков, чтобы отбиваться от его мандекалу. Видите, стоят мои грустные ягуары вокруг города. Ждут, правда, когда я железо присоединю, чтобы быстренько апгрейдиться в мечника. Но, опять же, зачем вот они втроем стоят? Мне хватит денег только на двух. Почему я одного из них не отправляю куда-нибудь в обход, чтобы тихорьком подкрасться к сопернику? Ну, вот в столице я решил строить стены на всякий случай. Уже чувствую, что до меня доберутся. Но стены мне, конечно, не помогут. Так только отсрочат неизбежное. А здесь двумя ягуарами продолжаю гоняться за скаутом. Ну, в общем, там, где противник концентрируется на одной цели, и все свои ресурсы пускает на эту одну цель. Я распыляюсь на множество. Ну, вот, наконец, присоединили железо. Апгрейдим ягуаров в мечников. И радостно пойдем воевать. Хотя и сейчас еще был шанс у меня, вот, после мечников. Были там моменты, что вполне можно было и победить, потому что у противника круче лучника ничего нету. Ну, и там я немножко сглупил. Но об этом дальше, видите, достал я таки скаута. Ну, следующим ходом я его убью. Сразу. Спойлер, спойлер. Раскрою тайну. Здесь, по-моему, четыре лучника у моего соперника в этот момент, и один дуболом. И ему чуть-чуть остается... Да, видите, четыре лучника и один дуболом будет. И ему чуть-чуть остается до открытия Мандекалу. Так что это у меня последняя возможность как-то поменять ход в этой игре. Хотя я сделал... Я сам сделал все, чтобы проиграть собственными руками. Вот думаю сейчас, каким... О, вот тут я уже понимаю, какое у меня замечательное расположение города, что я благодаря холмам, которые, типа, меня должны защищать. Защищать как раз моего соперника от моей атаки. Видите, как он замечательно выставил всех своих юнитов. Как эту атаку пробить? Ну, я, опять же, спойлер, доберусь своими мечниками до его территории. И там наведу шороху. Даже успею его от золота отрезать. Ну, на этом... На этом все будет. В это время основываем третий город, который я подразумевал, что мне будет еще железо приносить, если бы я нормально играл. Хотя, в принципе, и шесть штук железа достаточно. Ну, вот его я хоть правильно на речке поставил. Плюс, к тому он еще счастье даст. Ну, это уже так. Знаете, вот я и скаута достал наконец-то. Вот мои мечники храбро обороняются от лучников. Поставил его в защиту, чтобы его обстреливали, еще больше давали экспы. Ну, вот одним мечником иду по самому краю подбираю, чтобы меньше меня обстреливали лучники. А здесь построил конного лучника, потому что у него большая скорость передвижения. Это я задумал обойти сверху, поверху и с того краю и добраться до лошадей, чтобы их отключить от сети. Но, опять же, это надо было не одним делать, а несколькими юнитами. Опять же, если бы там у меня находился город, где в первый раз, ну, это уже по второму разу, об одном и том же. Сейчас я судорожно пытаюсь все свои войска собрать около Тихуакана, чтобы защищаться, потому что, судя по 45-му ходу, мой противник уже открыл Мандекалу. Но, так как я на него нападал, он не смог до этого построить каких-нибудь конных юнитов. И явно он покупал свои вот лучники, поэтому приходится первого Мандекалу в любом случае строить. Он его явно не купит и не апгрейдит из других юнитов. Ну, посмотрим, как прокомментирует это HLDM, как он играл в комментариях. А я вот пытаюсь подвести все, что у меня есть, к Тихуакану. Вообще, вот я посмотрел демографию, по всем параметрам я как бы опережаю своего соперника, но это потому, что он все вкладывал в науку, чтобы быстрее дойти до Мандекалу. Сейчас, получив, наверное, трех ему Мандекалу хватит для победы надо мной. Вообще, конечно, ни мечники, ни уж тем более ягуары защитой от рыцарей являться вообще не могут, поэтому мне надо в срочном порядке исследовать копейщиков, чтобы иметь бонус против верховых юнитов. Так, тут ягуары следуют. Вот мой конный лучник подкрался к лошадям соперника, но это, извините, хреновое подкрадывание, когда тебя замечают, когда у тебя там рядом еще лучники, которые по тебе стрелять могут. Ну, в общем, я уже к этому моменту просто понял все свои ошибки и понял, что вряд ли мне в этой игре удастся победить. Расслабился окончательно. В столице у меня все хорошо, она клепает мечников, но это не то. Это уже мало поможет. Вот здесь я, видите, рабочего привел, чтобы дорогу строить к городу соперника, чтобы, типа, быстрее мои юниты нападали, но вы же понимаете, что это долго, неудобно, через холмы, никто мне не даст дорогу довести, даже вот до железа того. Так что, ну, это уже так. Я просто трепыхаюсь, чтобы подольше, подольше не проиграть. В столице построен мечник. Здесь я следующим уходом выбираю строить библиотеку. Наверное, уже зря, потому что, ну, мне мало поможет движение по науке. Наверное, надо было продолжать дальше клепать войско, хоть в каком-то виде, чтобы задавить массой. Здесь я, наконец, догадался, конного лучника совсем в обход уж пустить, но поздно, поздно. Мне это вряд ли поможет. А с другой стороны, вот, наконец-то, пошел вперед своими мечниками. Тем более, что соперник немножко испугался, видите, и не стал уже так вперед вылазить своими лучниками, находятся на своей территории. Ну, вот, в науке я решил философию открыть, чтобы... Ну, это путь, собственно, к копейщикам, чтобы до них добраться. Ну, вот, я уже подкрался к золоту. Не знаю, кстати, интересно будет, что там HLDM прокомментирует. Сильно ему там влияло это счастье от золота. Я сомневаюсь, потому что население города у него шесть, то есть, наверное, без золота у него будет или минус один, или минус два. То есть, только влиять на рост, а тут рост как бы особо не важен, если он дошел до Мандекала, он их просто сейчас в городе строит. То есть, ему важен... Так, важна производительность. Да, конечно, разрушив шахту, я, наверное, один молоток уберу. Но, тем не менее, если бы я ему разрушил лошадок, вот тех двух, которые сверху к городу присоединены, это намного сильнее бы ударило по его стратегии, чем отключение ресурса роскоши. Потому что ему надо строить Мандекалу, который не строится без присоединенных лошадок. Лошадей, он бы не смог их просто строить. А золото это так приятный бонус, дополнение, что оно есть, но его отсутствие моему сопернику вообще никак не мешает. Видите, во втором городе строю цирк, в первом в столице библиотеку, то есть, как будто война не идет, как будто ничего не боюсь, юниты мне не нужны, всех победю и так. Ну, я опять же говорю, что я уже здесь понял, что вряд ли мне что-то светит. В демографии я решил посмотреть, что на войска соперника, то есть, что вот все, что я вижу рядом с его городом, это все его войска, что никаких сюрпризов не ожидать. Так и есть. Ну, ему как бы их хватило, чтобы от меня отбиться. Вот я здесь, видите, с ним воюю на этом крае, то есть, что надо было вообще с самого начала делать, как и надо было действовать. Я только сейчас до этого допер, но поздно, у него слишком много юнитов. То есть, я здесь с ним воюю, а в это время с другой стороны подкрадываюсь своим конным лучником и буду... Ой, ну вот зачем я ушел рыцарем своим? Надо было добивать уже, наверное... Ну, убили бы, наверное, моего мечника и тогда. Ну, не знаю. Здесь уже проигранная позиция. Следующим ходом я попробую вот своего раненого мечника, вот видите, у которого один хиллпоинт остался убрать от города, но вряд ли успею. Скорее всего, его грохнут. Вот еще ягуары подвожу. Какие есть. Кстати, наверное, уже хватит денег на еще один апгрейд. Ну вот. Коником своим убираю, убегаю и вот еще... Ну, по-моему, следующим ходом моего коника убьют. И я не успею вторую лошадь разграбить. А если бы успел, было бы очень классно. Вот зря я... Получилось, что... Зря я на этого мечника понадеялся. Получилось, что и мечника потерял, и вот сейчас мою лошадь там убьют. Вместо того, чтобы открывать технологию, вот сейчас, надо было моим коником бежать быстро. Видите, вот нафига я отходил? Надо было подбегать и разорять вторую лошадь. Вот еще одна из грубейших ошибок в плане тактики, понимаете? Была возможность... Мой противник отвлекся, видимо, на моего мечника. У меня была возможность у моей лошадки быстро подбежать и ограбить вторую лошадь. И все, и он бы не мог сейчас мандыкал устроить. А это означает, что, да, что Леша дурак. Ну, полный расслабон уже начался. Уже как-то так ощущение проигрыша. Ну, знаете, что, дальше уже как бы нету смы... Ушел, называется, офигенно ушел коником, что его там и убили. Дальше нету особого смысла так вот подробно разбирать ходы. Давайте посмотрим, перенесемся, точнее, к тому моменту, когда у меня города будут захватывать. Дальше я видео ускорил в три раза, чтобы там особо не тормозить быстрее, чтобы закончилось. Видите, у моего соперника уже есть генерал, который он получил на моих юнитах бездумно ему подставляемых. Уже два Мандекалу. В общем, он со всей своей сфорой идет ко мне. Я, правда, успел уже открыть копейщиков, которые имеют бонус против верховых юнитов. И вот еще построил великую стену, которая снижает проходимость моей территории для вражеских юнитов. Но мне это немного поможет на самом деле. И скоро Тео Тихуакан будет взят. Хотя я, конечно, сильно посопротивлялся, но мой соперник умело действует войсками, раненых отводит, не подставляя, располагает по всей длине, ширине фронта. То есть умело использует всех юнитов, которые у него есть. Они отсиживаются у него где-то бесполезно. В это время я заканчиваю Либерти, абсолютно бесполезно в данном случае, получаю великого инженера и строю. Что я там строю-то? А, пока еще ничего не строю. Но мне никакое чудо в данном случае не поможет. Что я писал всегда в дуэли, например, чудеса особо никакой роли... Ну, они чуть-чуть помогают, но они не будут тем фактором, который даст вам выиграть, понимаете? Более того, я, по-моему, даже и не смог выбрать чудо из доступных мне сейчас, которое бы мне как-то помогало в данный момент как-то помогало обороняться от Мандыкалу. Потому что в данной ситуации, вот в данный момент игры, который происходит, моя задача отбиться от Мандыкалу. Уже не стоит задача нападения. Я должен отбиться от Мандыкалу до тех пор, пока не смогу открыть и построить что-то более обороноспособное из того, что у меня сейчас есть. Ага, висячие сады построил. Ну, это от безысходности, потому что ну, ладно, прирост населения, ну, чуть быстрее у меня будет строиться в столице, но мало мне это поможет. То есть, просто из всех тех чудес, которые там были у меня доступны, видимо, я решил, что это самый удачный выбор. Ну, давайте перенесемся к захвату моего города. Вот я тут построил двух скаутов в надежде их довести до вражеских ресурсов лошадей и ограбить их. Могу сказать, что мне это не удалось. А город Тео-Тихуакан мой полностью окружен. Вот взят противником и, собственно, у него теперь путь только на столицу. Ну, и, собственно, финальная стадия игры. Мой соперник уже подвел свои войска к моей столице. Несмотря на то, что я уже успел построить длинномечников и катапульты, мне это не поможет, тем более, что он разграбил мой ресурс железа. надеюсь, это видео поможет тем игрокам, которые собираются играть за Монтезуму, тем более, даже несколько видео, как мои ошибки, которые я допустил. Не забывайте идти к плавучим садам, потом к железу, а города строить на реке. Ну, а мой соперник HLDM надеюсь, в комментариях пояснит свою стратегию, как он быстро добрался до Мандекалу, собственно, как он мне противостоял. В общем-то, на этом пока все. Подписывайтесь на мои видео. Напоминаю, что чем больше подписчиков, тем больше у меня желания делать еще видео. Меня зовут Леша Халецкий. Это канал Леша Играет. Ну, и вашу критику и ваши замечания и дополнения к стратегии, особенно, я очень рад читать в комментариях. Ну, на этом я заканчиваю свой репортаж. Еще, наверное, где-то минуту будет длиться видео, в котором HLDM закончит мой разгром. Собственно, до этого я видео оставлю, ну, а я завершил. Удачи вам и новых свершений в этой замечательной игре. Субтитры ! Субтитры